Привет, друзья! С вами Евгений Денисов и канал OEMZAP. И сегодня мы так хотели успеть сделать для вас выпуск по трансформации двухлитрового КД в 2,4 КЕ. Ну, правда, очень классный материал, но об этом расскажу чуть-чуть позже. А сегодня, сегодня у нас приехал Hyundai H1 2011 года, 2,5 литра турбодизель замена сцепления. Из жалоб плохой выжим, посторонние шумы и в районе стыка коробки и двигателя есть масляное пятно. Возможно, это сальник коленвала. Ну что, поехали! Сегодня машину принял Анатолий. Вот есть, ну, у клиента есть вилка новая и есть вроде как старый диск, который в идеальном состоянии. Начнем с того, что будем снимать. Вот пыльничек сняли, сейчас кардан, траверсу, часть приемной трубы. Отсоединяем, ну, где-то примерно полчаса, что мы снимем. А у нас здесь есть какая-то вот эта металлическая стружка. Был якобы звук при включении. Подшипник пластиковую часть не разбила. Сам подшипник даже еще не развалился далеко. То есть, если не какой-то есть шум, понятно, что мы будем, возможно, стоять новый обязательно. Вот она вилка. Здесь смотрим выработку. Вот она съедает под палец вот в этом месте, под шарнир, вот этим шарниром, упором. Проваливается вовнутрь и идет не до выжим. Либо вот здесь под шток рабочего цилиндра. Ломается или стирается, но крайне редко. По коробке сальник у нас первичного вала не подтекает. На шлицах и на первичном валу выработки нет. Лепестки, ну, конечно, есть небольшая выработка на лепестках. Но в целом лепестки стоят ровно. То есть, когда лепестки у нас стоят в разнобой, говорит о том, что корзину, скорее всего, и повело. Предположительно, то есть, это наша стружка с демпфера, который якобы менялся уже. Вот, конечно, болтаться он вот так должен, но не так сильно. Сейчас мы уже полностью снимем, потом будем диагностировать его. Вот диск сцепления. Пружинки стоят жестко. Основу под пружину, когда болтается, разбивает в самом диске. На диске выработки не видно. Диск не буксовал. То есть, в целом, диск можно поставить, и он будет дальше ходить еще. Диск видно, что тоже не сожгло. Вот тут разговор шел о том, что менялось уже сцепление. И видно, что сцепление довольно свежее. К нему претензии-то... А вот есть одна. Вот, если сейчас мы уже отпустили, видно, что лопасти неровно. Вот здесь вот прям. Но неровные лопасти, они дадут даже не то, что полный плохой выжим. Неравномерный, так сказать, в комплекте. Вот проблема, смотрите. У маховика, то есть у нас ход вправо-влево, вот они пружинки. Они работают. Но осевого хода не должно быть вот этого. То есть, изначально ведомый диск должен быть вот здесь у нас, к примеру. Между основой и уже ведомым диском стоит такая втулка, там, как шайба такая проставочная. Ее разбивает, он уходит вовнутрь, и все. И сейчас мы его там открутим. Предположительно, вот эти шпильки касались об этот. Били уже. Так как он туда ушел, уперся. И летела тут стружка. Вот здесь даже на стартере он видно, как забил он там все стружкой. Ну вот, клиент у нас рядом. Маховик отходил не оригинальный. Брали в районе 40 тысяч, отходил где-то 150 тысяч. Но, опять же, как отходил? Машина всегда находится на дороге. То есть, ни в пробках не стоит, ничего. То есть, она постоянно работает, работает, работает. То есть, и в принципе, 150 тысяч для маховика маловато. То есть, если бы по городу проехали бы, то 50. Можно половину скинуть, можно сказать, 70. Ну и в двух словах, как и обещал, про трансформацию КД в КЕ. На самом деле, очень классная штука. Огромное количество пользователей автомобилей КИА с двухлитровым КД мечтают получить 2,4 под капотом. Ну, во-первых, немного другая динамика. Больше лошадей, больше крутящий момент. И разница, на самом деле, не глобальная. Разница заключается в том, что ход шадунной шейки чуть больше, чуть больше поршня. У двухлитрового 86, у 2,4 88 миллиметров. И, в принципе, мы остаемся в рамках налога. И мы получаем новый двигатель. Очень классный бонус. Очень надеюсь, что мы к субботе успеем сделать этот материал. Потому что эта трансформация очень интересная. И собственнику автомобиля очень сильно повезло. Потому что его двигатель оказался в достаточно хорошем состоянии. Он вовремя приехал. Поэтому, например, колено у него абсолютно живое. Его можно, например, продать тем, кому оно нужно. И, соответственно, стоимость ремонта существенно сократится. Вот он, что он долбил. Вот об шпильки внутри. Случилось это из-за того, что вот как раз разбило ту шайбу. Вот она бронзовая. Вот видно, желтенькое блестит. И вот она била об эти шпильки. И села. Поэтому был при выжиме нехороший звук. И вот еще по сальничку. Кстати, чуть-чуть вот он начал. Сальничек мы заменим тренвала. Вот в нижней части он стал вот так потек. То есть, так как мы его сняли, сальник недорогой. Меняется недолго. Поэтому мы его обязательно заменим. Вот эту грязь, пыль, все-таки старайтесь продувать, убирать. Дело в том, что попадание здесь вращается. Маховик, все крутится, вертится. Подымает пыль песок с дороги. И этот песок влияет также на износ. Вилочка у клиента была новая, оригинальная. Он изъявил желание ее заменить. Смотрите, она уже со смазкой даже. То есть, мы хотели помазать там, допустим, если нету смазки, то надо помазать шарнир здесь и здесь. То здесь уже вот она в оригинале, все, смазочка все на месте. То есть, только поставили еще. Ну вот, если даже глазом смотреть, вот он, перепад на сколько. Да, миллиметров где-то два, два с половиной. Подшипник сам тоже смазываем. Дело в том, что там есть такие ребра, между которых как раз мы набиваем смазку. То есть, помазать только вал недостаточно. Готово. Я на месте. Вот это вот, то есть, справа-влево у нас. А наша проблема была, болталась вверх. То есть, она болталась вот так. Первую включаем. И основная задняя у нас. Сцепление очень мягкое. Нету такого плавающего, что она жестче, мягче или проваливается. Нету биения, нет посторонних звуков. Ну, в целом, все. Смотрите, что по итогу. Данная работа заняла где-то два часа. То есть, если хотите в выходной день оставить время там посидеть с детьми, съездить на барбекю, то, пожалуйста. Приехали к девяти, в одиннадцать уехали и занимайтесь своими делами. Поэтому, добро пожаловать, всех ждем. Подписывайтесь, ставьте лайк и не забудьте нажать на колокольчик, потому что я очень хочу, чтобы наш контент вы успевали посмотреть первыми. Пока. Пока-пока. Подписывайся, ставь ссылай. Прям концовку? Ок. Подписывайтесь, ставь лайк и не забудьте поставить 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 лайк и не забудьте постав